Я уже предвкушаю Вот учитесь у болгарских журналистов Внимание! Пригодная лестница Поехали Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добрый день Мария Владимировна Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 реализации. Меня зовут Виктория Черенцова, я девушка, которая поёт в машине. Ну и хотела бы поздравить мою Захарову с днём рождения своей собственной песней. Может, жизнь похожа на сказку, может, на кошмарный сон. Ты узнаешь, когда снимешь маску, и поймёшь, кто ты такой. Может, ты герой из истории, может, странник без лица. Где-то в детстве выбираем роли и играем до конца. В жизни тысячи дорог будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив я. В глубине чужих территорий молишь о своей судьбе. Из чужих рассказов и историй ты узнаешь о себе. Словно перелётная птица, ищешь место без конца. Может, даже так судьба сложится, что под маской нет лица. В жизни тысячи дорог будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив я. В жизни тысячи дорог будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив я. В жизни тысячи дорог будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Если счастлив в этом мире каждый, буду счастлив я. Мария Владимировна, Мария, примите поздравления с днем рождения. Желаю вам самого лучшего из Белграда и из агентства Beta News. Думаю, что наш министр иностранных дел и лица Дачи очень жалеет, что не может вас лично поздравить с днем рождения. И жалеет, что вы не являетесь его шефом департамента информации и печати. Поздравляю. Дорогая Мария Владимировна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам сибирского здоровья, кавказского долголетия и большой арабской любви. Елена Теслова, агентство «Анадолы». Приветствую всех. Меня зовут Марина Аганян. Я являюсь руководителем театра восточного танца «Амарен» при Российском университете дружбы народов. Мария Владимировна, с днем рождения. Мы знаем, что одна корреспондентка пожелала вам арабской любви. А как же арабская любовь без арабского танца? Абонир. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 к своим братьям-асвободителям. Никто не в силах разрушит любовь к красиву. Желаем вам и вперед, а стация такой же очаревательной, пунктуальной и компетентной, да здравствует дружба между нашими народами. Мария Бразилина, поздравляю с днем рождения, желаю успеха и хорошего отца. Меня зовут Сасаки, из японского информационного геста. Меня зовут Сасаки, у меня зовут Сасаки. Умелье доноございます. Меня зовут Альберто Гарсия, я из Эквадора, и хочу сказать, ньон рождение господи Сахара. Поздравляю вас за день рождения, желаю вам здоровья. Вы имеете для нас очень огромное значение, нам очень приятно работать с вами. И на курдском языке тоже поздравляю, говорю. Глубоко уважаемая Мария Владимировна, Вестник Кавказа поздравляет вас с праздником. Желаю вам терпения, крепких нервов, легких переговоров и побольше радостных новостей о вашем непростом, но таком важном деле. Кавказского долголетия вам и вашей семье. Дорогая Мария Владимировна, от всей души поздравляю вас с днем рождения. Желаем вам успешных брифингов, встреч, поездок и всего личного большого счастья. Андрей Мурин, Вестник Кавказ. Здравствуйте, Мария Владимировна. Меня зовут Адриан Павлов. Я тенор, оперный певец из города Плевна. Поздравляю вас с днем рождения и хочу поблагодарить вас за то, что вы примирили на себя болгарское народное платье. Эта песня звучит для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогая Мария Владимировна. Поздравляю вас с днем рождения Желаю вам успехов, жалею вам, представляясь так отлично вашу страну, как две люди до сих пор. С днем рождения еще раз. Енетги, Христалл. Софокли, Софокли, постоянный корреспондент кипрской газеты Харабги. Что это означает? Это ладийский термин, который обозначает повод для начала войны. Это, например, то, что в первой ладийце избило российский военный самолет. Это казус ладий. Россия имела право начать войну против Турицы. То есть, как говорят в дипломатии, когда заканчивается дипломатия, начинают говорить дуло оружия. Дипломатии говорят так. Ты должен договориться, пока есть возможность с Лавровым, иначе в будущем езжедневно шойку. Покажи, где русский и дед Мурак. Сражение между русской армией и турецкой. Где русский и дед Мурак. Следующий, иди сюда. Мальчик, иди сюда. Вот он. Ходи. Не ты. Тот. За тобой. Бери его за руку. Он не хочет. Силой приведи его. Вот он. Тот. Бери его сюда. Подведите. Сюда. Идите. 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 Сюда. А где кто-то другой был. Иди сюда. Иди. Неважно, вот я его имел ввиду. Его. Иди, иди, иди. Иди, иди. Иди, иди. Иди, 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 иди. Двойки им. Позвони в школу, чтобы посадить. Где русская армия, где турецкая. Я спросил уже, где русская армия, где турецкая. Вот сражение идет. Между русской армией и турецкой. Запиши фамилию, в школу позвони. Афискарин и выдаватель. Вот видишь, что дурак. Вот видишь, вот для чего учат наши школы. Это ведь турецкая армия, а это русская. Это турки. Форма одежды, посмотри. И шаровары. Видишь? У русской армии шароваров нет. Вот они турецкие. Чалмары. Это все русские. Все русские. Все русские. Русские. А вот турки только здесь. И форма одежды, это вот шаровары. Русских никогда не было шароваров. Видишь? Или чалмары на голове. То есть вы не виноваты, вас не учат. Я вам всем показываю, что должно звучить у вас в школе. Какая школа в Москве? Коломна. Коломна, значит, вы знаете. Школа какая, директора-отстранитель. Давай фотографию. Давай до конца досмотрим. Вот, наверное. Осада города. Здесь штурм редутов. Штурм редутов. Ну, да, еще одного. Иди умником. Где русские, где турки. Показывайте. А турки где? Идет штурм. Две армии стеснулись. Что вот? Турок. С какой стати? Вот так вот. Я только что объяснил. Я сразу найти это вам не пишу. Только что и объяснил. Что у турок чалма. Перерисовай. У турок чалма. Владимир Владимирович, перерисовай. Вот, посмотри внимательно. Да вот, смотри. Вот он. Видишь? У русских же нет такой. Второе. Идет взятие редутов. Русские наступают. Турки сверху. Кто бьет-то? Турки сверху бьют. Хотя бы так могли подумать. Вы не знаете одежды, но мы берем штурмом этот редут. Турки сверху. Кто вниз бьет? Вот он бьет вниз. Вот он. Вот, видишь, он. Замокнулся турок. И чалма, и винтовка вниз. Бьет по русскому солдату. Такие вещи надо разбираться. Вам же ничего не показывали в школе? Ну? Приятенник в школе учился? Или раньше? Я приятенник. Ты из какого класса? Восьмиклассники? Спасибо. Одиннадцать. Одиннадцать. Вот опять русско-турецкая война. Ну теперь давайте кого-то еще. Дай мне какого-то школы. Девочка сюда подойдите. Сюда подойдите, девочка. Покажите, где русские, где турки. Не стесняйтесь. Я только что три раза объяснил, как узнать турок, а где русские. Показывайте. Вот идет битва идет. Русские с турками. Где русская армия, где турецкая. Как определить? Ну как? Ну, по форме одежды. Ну, правильно, правильно. И как мы выделяем быстро русских и турок? Полно солдат. Но мы внимательно всматриваемся. Видите, чалма. В песку, видишь? Волосы. На голове круглая шапка и торчит. Вот это все турки. У русских этого не было. У нас другая, другая. Другая форма одежды. Я трижды объяснил сейчас. И все равно. Вот город Левна. Опять. Тысяча. Все, погибли, погибли, погибли. Русско-турецкая война. Сейчас картинка. Санитар, видишь? Санитар. Вот и суд вдвоем ранен. Крепость Рушук. Крепость Рушук. Крепость Рушук. Юра, русско-турецкая война. Где русские, где турец? Подумай. Где русские, где турец? Я уже пять раз сказал, то не слушай. Определяем. Сапоги трудно определить. Камзол трудно определить. Легче всего я тебе подсказываю. Головной убор. Где турки? Челман. Вот, правильно. И еще один. Челман. Это вот явно уже свалили. Вот идет, видишь? Мы наступаем. А вот турок. Вот тоже челман. Вас в школе учили этому? Именно этому учили? Или чему? Я понимаю, что многому учили. Но вот различать, где русская армия, а не турецкая. Вас учили? Нет. Так и скажи, какая школа? Коломна? Директора увольте. Знаете. Ну и направили запрос. Русско-турецкая. Они не виноваты. Я уверен, что и директор не знает. Знаю я один, что я 50 лет это изучаю. Вы никто не виноват. С какой стать изучать чужую форму, чужую армию? С какой стать? Не надо стесняться, когда я не знаю. Откуда вы уже знаете, в какой форме турецкий солдат? Сколько в мире океана, сколько в мире киску, столько счастья я желаю на вашем веку. Много счастья не надо, лишь бы милый был рядом. И любовь между вами была. Вы живите, не ссорьтесь. Друг о других заботитесь. Надо да. На века. На века. Пусть этот год вообще дрем будет. И счастья в дом вашу принесет. Здоровье дать не позабудет. И от беды вас бережет. Мир, счастье, любовь. На все века. А как вас зовут бабушка? Да, не надо. Помолись, бабушка. Всего доброго. Дай вам Бог здоровья. Иди, береги, а то украдет. На бабушку не поторопи. Мария Владимировна, меня зовут Власт и Синичник. Я представляю радио и телевидение Словения. День рождения – это особый праздник. И я вам желаю, чтобы в вашей жизни всегда сияло солнце. И чтобы рядом с вами всегда были люди, которые вас любят и уважают. Поздравляю вас с днем рождения. И сейчас я это скажу еще на славянском языке. Мария Владимировна, все наибольшее за ваш ростный дан. И я желаю вам, чтобы в вашем жизни всегда сияло тепло и велико солнце. И чтобы в вашей жизни всегда были люди, которые вас любят и уважают. Уважаема Мария Владимировна, поздравляю вас от имени наших читателей в болгарской редакции «Ньюзфронт» с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, много успехов и поводов для радости. Спасибо вам за то, что вы делаете. И очень вас ждем на празднование 140-летия освобождения Болгарии в русско-турецкой освободительной войне. Будьте с нами, Болгария, Россия. Мария Владимировна, позвольте меня, чтобы вам поздравить с днем рождения и еще позвольте случай, чтобы вам поздравить с наступающим Новым Годом. Желаю вам успеха, прогресса и в работе, и в жизни. И позвольте мне еще раз, чтобы я вам поздравить на нашем языке арабском. Уважаемая Мария Владимировна, деревня Фируза, провинция Хомс, оператор канала «Анна Ньюз». Поздравляю вас с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Заодно хочу поздравить вас с Рождеством. Мария Владимировна, с днем рождения. Болгарских детей желают вам счастья. Мария Владимировна, присоединяюсь к поздравлениям. Я поздравляю вас с днем рождения. Я желаю вам всего самого хорошего, счастья, здоровья. И также мягкой силой обезоруживать корреспондентов и дипломатов всего мира. Всего самого лучшего. От Анжоби, омэдэтоу гадайма. Анатасия Зобина, Джиджи Пресс. Уважаемая Мария Владимировна, в этот прекрасный день спешу поздравить вас с днем рождения. Убежден, что 24 декабря рождаются настоящие профессионалы и очень упертые люди. По крайней мере, это подтверждает мой сын, который родился тоже в этот день. Правда, зовут его не Захар, а Платон. Но, тем не менее, хочу вам в первую очередь пожелать простого человеческого счастья. Быть в комфорте с собой и с окружающим миром, чтобы ваши близкие, и вы были здоровы и счастливы. И, если говорить о профессиональной части вопроса, хотелось бы, чтобы российские дипломаты работали хорошо и не оставляли хвосты для российских военных. Потому как, знаете, как дипломаты недорабатывают, а потом приходится заниматься этим солдатом. Желаю всех возможных творческих и профессиональных достижений, чтобы вы стали послом или заняли любую другую должность, какая вам нравится. К сожалению, не сможете вы поехать к нам, к главным дипломатам Российской Федерации. У нас, как вы знаете, не пускают людей, которые посещают оккупированный Крым. Но, тем не менее, всего вам самого хорошего. Будьте счастливы. Ну и что? С днём рождения! Слава Украине! Мария Владимировна, добрый день! Меня зовут Кристо Кириллов и у меня сегодня тоже день рождения. Но я хочу поздравить вас со следующим музыкальным исполнением и поблагодарить вас за то, что вы надели на себя болгарский национальный костюм. С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Мария Владимировна, от имени ваших греческих и не только греческих, ещё и кипрских поклонников поздравляю вас с днём рождения и с наступающим Новым годом. Я говорю поклонников, потому что греческому общественному мнению нравится очень и очень близко ваша резкость и красота высказываний. Поэтому я вам пожелаю ещё больше резкости и остроты, больше красоты и смелости ваших высказываний и не только. Я скажу ещё и по греческому. Хрония по-ла, калли хроня на эхетте и на херестетта генетлия σας. ПОЛЛЕС СЕВКЕСКЕЙ ГАТУ СИНАДЕЛФУ САС ТО ИПУРГИЮ ИКСТЕРИКОН. Мария Владимировна, с днём рождения, с днём рождения, с днём рождения, с днём рождения. Желаем вам в наступающем вашем личном Новом году и в 2018-м Новом году успеха, процветания, удачных переговоров и личного счастья. Бабаева Екатерина. Я русский сириевец. Моя мама из Санкт-Петербурга, город-герой, а также мой папа из города-герой Тартус, сирийский город. Когда мой телеканал «Рошу Тедей» отправил меня в командировку в Сирию... Сегодня мы находимся в Пальмире. Этот город, который был недавно под оккупацией силы тьмы и зла, ИГИЛ. И я считаю, что Российская Федерация не зря пригласила журналистов накануне Дня Победы, 9 мая. Мы через 4 дня будем отмечать самый великий праздник в России и самый великий праздник в новейшей истории – День Победы. Тогда была победа над фашизмом, над мировым злом. И я считаю, что это как сигнал для всего мира, что мы и силы добра опять победят фашизм 21 века. Это международный терроризм. Я там был на протяжении полтора года. Я могу вам с уверенностью сказать, что большинство сирийского народа вас очень сильно любит и ценит, потому что вы для него как луч добра и надежды в этом несправедливом мире. Вы для него абсолютная поддержка и надежда. Я хочу вам пожелать любви и удачи и побед. И благословить вашу работу. Также я хочу сказать, что вы для нас очень красивая и безумно сильная, как эти розы. Ну, я с уверенностью скажу, что эти розы когда-нибудь завянут, но вы и ваша красота и сила для нас никогда не завянут. С днем рождения, дорогая Мария Владимировна. Поздравляю вас. Меня зовут Иштиакам Дани. Я из канала САЧ-ТВ. Это пакистанский канал. Я поздравляю уважаемую госпожа Мария Захарова с днем рождения, счастья, здоровья. Вы делаете очень большой труд для России. И все равно, что сохранится ситуация мира и покоя в мире и также другие вопросы. И вот очень большая работа, которую вы проводите. Мы, как россияне и как иностранцы, благодарим за это. И поздравляем вас с днем рождения еще раз. День рождения и днем рождения. Я, Войте Глазки, корреспондент из Ньюс. Сейчас нахожусь в Франции, на мосту дружбы между Францией и Россией. Отсюда я вам желаю всего доброго на день рождения, счастья и здоровья. До свидания. Как передает медиа «Мост Болгарии» у Марии Владимировны Захаровой, сегодня день рождения. Я хочу воспользоваться этим моментом и поздравить вас, дорогая Мария Владимировна, с днем рождения. Пожелать вам успехов, благополучия, а также хороших и воспитанных журналистов. Вы всегда очень правильно и точно излагаете свои мысли и ведете всегда очень конструктивный диалог с коллегами-журналистами. Я должен сказать, что ваши коллеги в Германии далеко отстают от вашей позиции и умения правильно, точно выразить свои мысли и ответить на вопросы журналистов. Спасибо. Sehr geehrte Frau Zakharova, ich begrüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen zum Geburtstag alles, alles Gute. Viel Erfolg. Sie machen das immer mit einem bewunderswerten Engagement, wie Sie auf die Fragen der Journalisten reagieren und antworten. Liebe, liebe Grüße aus Deutschland und ich wünsche Ihnen Kraft, Gesundheit und alles, was Sie sich so vorgenommen haben. Liebe Grüße aus Deutschland. Мария Владимировна, поздравляем вас с наступающим Рождеством и с днём рождения. Желаем вам счастья, здоровья и благополучия. Все вперед. Портал «Вся Россия». Уважаемая Мария Владимировна, поздравляю вас с днём рождения. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, исполнения всех ваших желаний. Фарид Акперов, СОПКОР, Азербайджанское информагентство АПА в Москве. С днём рождения, Мария Владимировна. Шарюхин Павел, телеканал «Феникс». Шарюхин Павел, телеканал «Феникс» Шлёт тебе привет издалека Наша русофильская община Русофилы – дружная семья В дружбе наша будущая сила С днём рождения славим мы тебя Быть тебе успешной, как и прежде Это поздравление от всех Посылает русский хор надежда Мария, наш друг боевой Тебе бесконечно мы верим И песню, и нашу судьбу Тебе мы с надеждой доверим Ты поверь, что здесь ты не одна Стала за тобою вся Россия Милые лучи, свои глаза Нежная и кругая Мария Ты стоишь спокойно, как всегда Сколько дрожаешь все удары Смотрим исполнение твои Телевизионные программы Мария, наш друг боевой Тебе бесконечно мы верим И песню, и нашу судьбу Тебе мы с надеждой доверим С днём рождения, Мария Владимировна Я заканчивал Российский университет Дружба народов Меня здесь учили строить мосты А не копать пропасти между народами На одной из наших брифингах с вами Мы договорились о том, что Между Болгарией и Россией должна быть только одна Проблема, кто кого любит больше У Болгарии и России должна быть одна проблема Кто кого любит больше Я полностью согласна У меня вообще никаких возражений нет Я предлагаю это время записать В каких-нибудь совместных документах Я хочу поднять этот бокал за вас За ваше здоровье Со словами Давайте вместе сделаем мир добрее Борис Анзов, Медиа мост, Болгария За ваше здоровье ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Това полиция Разнува с Целият народ 9 май, Ден Пабеда ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте, Мария Владимировна С днем рождения вас Я являюсь директором кафе ДНС, который находится Российском университете Дружбы народов Мы знаем, что вы защитились В нашем университете Мы всегда рады вас Встречать в нашем кафе И увидеть вас у нас Поскольку является Многонациональным кафе Интернациональным Мы желаем вам Здоровья, счастья Калам Антон бихайр Натаманалак Мастаха Вал Афи Уважаемая Мария Владимировна В нас в том понятии Гордость Это грех Но так или иначе Мы гордимся Россией Ее народом Ее богатством А также Гордимся вами В день вашего рождения Хотелось бы поздравить вас От себя лично И от всех прихожан Нашего храма Желаем вам Быть всегда такой же Изящной Бесстрашно защищая Россию Желаем вам здоровья И о всяком деле Благое попечения Приглашаем вас Посетить наш храм Один из древнейших В Москве Находящийся на территории Администрации Президента На Старой площади Храм Троицы В Никитниках Многое и благая Лето Субтитры создавал DimaTorzok 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 Зала нет Я не в Париже Я у себя в РУДЕ на сцене Как дома И следить больше друг за другом За движениями За музыкой И так далее Поэтому вот Это забудьте волнение Потому что Вы можете И я думаю Что вы это сделаете Хорошо? РУДЕ! Закон Российской Федерации О распитии алкогольных напитков В общественных местах Был соблюден Во время съемок Был использован Безалкогольный напиток Я понимаю мир Единственное Как поле Для культурного соревнования Между народами Готцы Дельчев Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин